Без малого полсотни малышей Архангельска в этом году обрели новую семью. Все они отметили день Аиста. Праздник для приемных детей и их новоиспеченных родителей. Проходит в областной столице в 13-й раз. Подробности в нашем материале. Аист как символ семейного счастья оставил свой след в судьбе каждого из этих малышей. В музее Поморской артель дети, что совсем недавно обрели своих таких долгожданных родителей. Все новоиспеченные ячейки общества находятся под крылом председателя региональной организации «Приемная семья». Светлана Корытова сама мама 11 раз. Причем 9 деток они с мужем взяли из детского дома. Мы всегда понимали, что ребенку самое большое счастье, это когда рядышком мама и папа. И крыша над головой, когда есть те люди, которые поймут, поддержат в радости и в горе. Для нас с мужем дети – это самое главное в жизни. И поэтому их у нас много. И на данный момент я считаю, что многодетная семья – это самое большое счастье. День аиста для Архангельска – праздник традиционный. Проводится уже 13 лет. И каждый раз его участниками становятся все новые семьи, отмечают организаторы. В этом году у нас выявлено 53 ребенка вновь. По сравнению с прошлым годом количество детей меньше. Но были годы, когда количество детей увеличивается. Ведь детей выявляем как? У нас перинатальный центр. Мамочки приезжают с области, родили ребенка, соответственно, отказались. И этот ребенок остался у нас. В Архангельске в приемных семьях сегодня воспитываются более 630 малышей. А 140 детей пока еще не нашли своих маму и папу. Все-таки для семей, которые берут себе детей, оставшихся без попечения родителей, это, конечно же, очень хорошее, правильное дело. Для нас очень большое поле для деятельности. Мы, конечно же, в областном собрании поработаем. Часть законопроектов уже внесла фракция ЛДПР. Они как раз направлены на социальную помощь семьям с детьми. Я думаю, что в областном собрании депутатов мы обязательно должны посмотреть именно помощь тем семьям, которые усыновляют или удочеряют детей из детских домов. Наталья Пулина, Анна Рязанова, Денис Линчевский. Регион 29.